Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас это интересует, подписывайтесь на мой канал. Рассуждаю о фондовом рынке, о пассивном доходе, простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, сегодняшний видос я решил сделать главным образом для начинающих инвесторов. Я так думаю, среди моих зрителей есть не только те, кто уже этим занимается и добивается каких-то результатов, но и некоторое, наверняка, количество тех, кто только подумывает об инвестициях. Ну и вот для таковых я решил записать такой небольшой полезный видос, как выбирать брокера, на что обращать внимание. Давайте попробуем в этом вопросе сегодня разобраться. Я напомню, что у меня лично задействованы два брокера. Я инвестирую через брокера открытия. Это был мой первый счет, который я себе завел. Там в настоящий момент находятся мои российские активы. Ну и недавно я открыл ИИС у брокера Тинькофф и там торгуются мои американские акции. Таким образом, личным опытом я обладаю относительно двух этих брокеров. Но, тем не менее, есть возможности посмотреть и сравнить аналитику для того, чтобы оценить общую картину, какие брокеры пользуются в целом популярностью. Ну и главный, я так думаю, механизм для этого – это обратиться к сайту Московской биржи. Все-таки это крайне авторитетное мнение. Если Мосбиржа каких-то брокеров рекомендует в качестве своих партнеров, я так думаю, главным образом имеет смысл выбирать именно из этого списка. Давайте сходим к ним на сайт и все подробненько изучим. Ну есть у них, друзья, соответствующий раздел. Брокеры Московской биржи – наши партнеры. Что они здесь пишут? Московская биржа – это площадка, где встречаются продавцы и покупатели ценных бумаг для совершения сделок. Для торговли на площадке напрямую допускаются только профессиональные участники, банки и брокеры. Вы можете начать совершать сделки на бирже только через брокера, который будет действовать по вашим поручениям. Ну и далее они предлагают выбрать брокера и приводят список тех брокеров, которых именно Мосбиржа рекомендует для хранения ваших денег. Я напомню, что, друзья, самый, пожалуй, главный критерий – это надежность. Если вы доверяете деньги ненадежному брокеру, то все ваши инвестиции, по большому счету, уже находятся под большой угрозой. Сама затея инвестирования. Потому что надежность должна быть не ниже, чем при нахождении денег на банковском вкладе. Только в этом случае вы будете спать спокойно. Вы не будете переживать о том, что ваши деньги каким-то образом кто-то стырит, либо что вы сможете их в любой момент без каких-либо проблем вывести. Не удивляйтесь, на самом деле такие сложности возможны, если вы занесете денежку в какую-то сомнительную организацию, во всякие форекс-структуры. Нет, сегодня мы говорим исключительно о надежных брокерах, которые гарантированно способны ваши деньги сохранить. Ну и в том случае, если вы грамотно будете их инвестировать, вы их даже приумножите. Ну смотрите, что рекомендует Мосбиржа. ВТБ. ВТБ, согласно данному рейтингу, является лидером среди количества клиентов. Но сейчас мы посмотрим еще один рейтинг. В принципе, эта информация, возможно, и не совсем корректна. Но, тем не менее, ВТБ, пожалуй, в списке рекомендаций у Мосбиржи находится на первом месте. Также очень высоко котируется в России БКС брокер, я его услугами не пользовался, и среди моих знакомых про БКС мне тоже никто не рассказывал. Так что прокомментировать именно с технической точки зрения этого брокера я не могу. Но, действительно, организация на слуху считается таким топчиком на российской бирже. С 95-го года они работают. Так что, друзья, это вполне себе надежный вариант. Финам. С 94-го года они на рынке, у них более 200 тысяч клиентов, и Мосбиржа также относит их к числу своих партнеров. Открытие брокера. Ну, про этого брокера я знаю, в принципе, все. Те, кто смотрит мои видосы, я так думаю, вы тоже уже глубоко в контексте, потому что я показываю свои активы, рассказываю про приложение Открытие брокера. Ну и, в общем и целом, этого брокера я вполне могу рекомендовать. С 95-го года они на рынке, и более 200 тысяч также у них в числе клиентов. Брокер надежный. Это брокер, который, ну, находится, скажем так, в структуре государственного очень надежного банка. Так что, насчет этого брокера у меня смело могу вам его отрекомендовать. Альфа-банк. С 2000-го года они на рынке, и у них уже более 130 тысяч клиентов. Я знаю, что Альфа-банк сейчас активно развивается в этом направлении, ну и тоже, мне так кажется, вариант вполне себе подходящий. Атон. Не знаю, что это такое. С 91-го года мы видим, организация существует, и более 50 тысяч клиентов у них на сегодня. А лор-брокер. Более 35 тысяч клиентов. Тоже про вот эту компанию ничего вам сказать не могу. Ну и Китфинанс. Тоже у всех, пожалуй, на слуху. 25 тысяч клиентов у Китфинанса. IT Capital. Тоже она периодически попадается. Встречаются их аналитические обзоры. То есть это такая холдинговая компания. Аналитика, инвестиции, ну и брокер в том числе. Церих. Организация тоже старенькая, но я про них ничего не слышал. Более 17 тысяч клиентов у Цериха. Ну и также вот в числе других брокеров. Мосбиржа допускает хранение денег во Freedom Finance. Ну и еще один сайт, мнению которого я доверяю, это Banker.ru. Там можно накопать много полезной информации про банки, про депозиты, ну про различные финансовые инструменты. Мне кажется, довольно объективная информация там изложена. Ну и у них в частности есть рейтинг брокеров. Давайте посмотрим. Мне кажется, это тоже полезно. Вот, друзья, я сделал выгрузку. Список крупнейших биржевых брокеров на российском инвестиционном рынке с возможностью поиска с контактными данными и сведениями об услугах брокеров на фондовом рынке в 2020 году. Я так думаю, что этот рейтинг показывает текущее состояние на этом рынке. И здесь ситуация несколько иная. Мы видим, что на первом месте находится Тинькофф. Это мой, напомню, второй брокерский счет. И количество клиентов на сегодняшний момент, если опять же верить этому ресурсу, составляет уже более полутора миллионов человек. Один миллион шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девять человек. Ну и, видимо, Banker.ru нам подсказывают, что этот продукт на сегодня является лидером этого рынка. Что могу вам рассказать про Тинькофф? Суперудобное мобильное приложение. Суперудобное пользование брокерским счетом с привязкой к карте Тинькофф Блэк. То есть практически мгновенный ввод денежных средств на брокерский счет. Моментальный вывод денежных средств. Элементарная конвертация, мультивалютность. Торговля на Санкт-Петербургской бирже. Покупка валюты. Один лот, один доллар или, соответственно, один евро. Например, у брокера открытие порог входа на валюту вообще от тысячи единиц. Ну и это некоторое неудобство доставляет. Огромное количество преимуществ у Тинькофф. Минус, пожалуй, основной и самый главный. Это более высокая комиссия, ну по сравнению с тем же открытием. По поводу комиссии, это вообще разговор отдельный. Я на эту тему видос сделал. Оставлю вам тоже на него ссылочку. Это, пожалуй, второй критерий, который, на мой взгляд, необходимо учитывать при выборе брокера. Но поскольку сегодня мы говорим именно о надежности и, ну скажем, раскрученности, то Тинькофф от Банкеру ставит на первое место. На втором месте, друзья, у нас находится Сбербанк. У него также более 1 миллиона 600 тысяч клиентов уже. Вы знаете, вот даже мои зрители, вот Ренат Коренев, например, пользуется этим приложением, ну точнее этим брокером и говорит, что очень кривое мобильное приложение. Никакой информации абсолютно нет, ни аналитики, ни ничего совершенно. Просто вот тупая покупка, продажа активов. В этом плане Сбербанк, как и любой такой окологосударственный проект, он скорее, ну в большей степени будет уступать каким-то коммерческим. Ну будем надеяться, что Сбербанк тоже будет какие-то шаги в модернизации мобильного приложения делать. Но мы видим, что Сбербанком пользуются. Главным образом, почему это происходит? Потому что Сбербанку доверяют. Если что-то произойдет со Сбербанком и с вашими деньгами, которые у вас лежат на Сбере, то значит в стране какой-то прям конкретный коллапс. Если в стране будет все относительно спокойно и нормально, то со Сбербанком тоже ничего не случится. Так что вот в рейтинге надежности, пожалуй, на мой взгляд, Сбербанк находится в явном топе и возможно даже на первом месте. Также мы видим в троечке ВТБ, у них 814 тысяч клиентов. Говорят, хороший брокер, многие его хвалят, неплохо развивается, приемлемое мобильное приложение, довольно неплохие комиссии. Ну, друзья, опять же, не пользовался, кто пользовался, напишите в комментариях. Но если мы говорим о надежности, то ВТБ это определенно must-have. На четвертое место у нас банкиру ставят моего брокера открытие, у него 269 тысяч клиентов. Ну, про него я уже высказывался, мне кажется, тоже вполне себе подходящий вариант. Далее у нас идет Финам, на шестом месте Альфа Директ, далее Freedom Finance, ну и остальных я уже, я так думаю, не будем и перечислять. Это PSB, IT Capital, Solid Recom, вот эти компании я совсем уже не знаю, ничего про них не могу сказать. Но опять же, друзья, выбирая брокера, я так думаю, не имеет смысл, наверное, доверять свои деньги компании, у кого всего лишь около 2000 клиентов. Так что мой вам совет, обращайте внимание на первую пятерку, семерку, возможно, вот этого рейтинга. Ну и желательно, чтобы эти компании еще и находились в списке партнеров Московской биржи, потому что в совокупности это даст вам самый надежный выбор. Ну и вот, друзья, то самое видео, о котором я вам говорил. Если вы только присматриваетесь к инвестициям, обязательно его посмотрите, потому что на первое место в своем рейтинге достоинств брокера, на которые надо обращать внимание, я, пожалуй, ставлю надежность. На третье место я поставлю удобство мобильного приложения, а на втором месте, друзья, это комиссия. Не забывайте, что если вы занимаетесь инвестициями, вы платите комиссию. Все это не бесплатно. И вы делаете это за каждую сделку, вы, возможно, делаете это ежемесячно, платите вознаграждение брокеру. Понимать эти базовые вещи крайне необходимо, потому что любая излишне уплаченная копейка, она понижает вашу общую доходность всех ваших инвестиций. А мы, как люди, которые к доходности относимся очень трепетно, должны стараться минимизировать расходную составляющую. Поэтому посмотрите этот видос, ссылка будет в описании. Я вам здесь расскажу об основных комиссиях, на которые следует обращать внимание при выборе брокера. Ну и также посмотрите вот такое видео, также будет ссылка. Если вы задумываетесь об открытии брокерского счета, что могу вам сказать в пользу брокерского счета у Тинькофф? Тинькофф в случае, если вы сделаете это в ближайшее время, подарит вам акцию стоимостью до 20 тысяч рублей. В принципе, это неплохое подспорье. Можно даже открыть этот счет. Он будет совершенно для вас бесплатный. Кушать просить у вас не будет. Тинькофф вам подарит одну акцию, вы будете наблюдать за ее динамикой, параллельно смотреть мои видео. Подписывайтесь на мой канал, кстати, в нижнем правом углу кнопочка. Постепенно будете учиться, как это делать правильно. Ну и со временем втянетесь. И уже, если вам это все понравится, внесете на свой счет денежные средства и будете уже пытаться зарабатывать самостоятельно. Все, друзья. Всем, кому это было любопытно и полезно, ставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал. Рассуждаю о фондовом рынке, о пассивном доходе и учусь инвестировать вместе с вами. Хорошего вам дня. Пока-пока.